Судебные заседания. Дончане протестуют против новой схемы движения общественного транспорта и обещают перекрыть дорогу. Люди уверяют, сесть в 63-й маршрут невозможно. Переполненные автобусы пролетают мимо остановок. В конфликте разбиралась Елена Виток. Сколько я сюда иду, чтобы утром уехать на работу? Жители Куйбышевского района протестуют против новой схемы движения 63-го маршрута. Люди сетуют, после того, как конечную остановку автобусов перенесли на западный автовокзал, невозможно добраться на работу. Маршрутки попросту переполнены. Поставили 12 богданов, разделили их на две полосы, увеличили маршрут на 8 километров. Можете утром приехать, не хватает этих автобусов, они очень переполненные. Увеличить количество автобусов и пересмотреть график 63-го маршрута. Таковы требования возмущенных пассажиров. Мы хотим, чтобы транспорт ходил нормально, чтобы я ребенка могла в садик возить, как нормальный человек. Наши требования, мы хотим, чтобы на нашу Северодвинскую улицу ходили с интервалом 15-20 минут, но это было примерно 6-7 автобусов. Люди сетуют, после смены маршрута ожидать транспорт им приходится на необорудованных остановках. Посмотрите, какая наша остановка. Это предлагает город на маршрутную остановку. Ту остановку мы делали 30 лет, теперь она не нужна. А теперь нам говорят эту остановку. Грязь, мусор. Недовольство людей в горысполкоме не разделяют. Продлить маршрут пришлось по просьбе самих горожан, объясняют водители транспорта. Кроме того, с этой недели на маршруте увеличили количество машин. По просьбе жителей того же Куйбышевского района обращались. И через депутатов, народных депутатов были обращения, потому что не могли сесть ни на Горобарях, нигде. Поэтому было принято решение поменять микроавтобусы на автобусы и удлинить маршрут движения, схемы движения. Автобусы ходят стабильно, мы контролируем данную работу. Тем временем возмущенные пассажиры грозятся устроить акции протеста, если их требования проигнорируют. Эту дорогу перекроем, и Северодвинскую перекроем, и все. Для того, чтобы нас выслушали. Нас никто не слушает. Елена Витек, Александр Грянко, телеканал Донбасс.